Привет всем любителям фокусов! С вами, как всегда, Nero Young. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас будет обзор на колоду Bicycle Vintage 1900. Это новенькая колода карт, прям свеженькая новиночка. И надеюсь, вам понравится обзор на эту колоду. Колода достаточно необычная, в винтажном стиле, и при этом у нее есть краб. То есть вы можете использовать эту колоду, узнавать любую карту. И при этом эту колоду мне прислал магазин 54karts.ru, за что ему огромное спасибо. Ссылку на сам магазин я оставлю в описании, и на покупку именно этой колоды также. И при покупке именно в 54karts.ru вы получаете систему краба. То есть вам расскажут от и до, как узнавать любую карту в колоде. Для начала давайте рассмотрим коробочку. Она выглядит стандартно для коробочки Bicycle. Туспик посередине, надпись Bicycle большая. Но здесь у нас написано Series 1900. То есть, ну, винтажная серия 1900. И написано Playing Cards, игральные карты. Вообще у нас очень классный здесь вот такой вот стикер. Ну, то есть пломба, да, у колоды. Очень прикольно, интересно выглядит. Также у нас написано Rider Back здесь за стикером. Ну и, соответственно, вот здесь написано компания. Это карта от компании Illusionist. И здесь у нас написан Stock. Это у нас Classic Crushed Stock. То есть карты прям, ну, шикарные должны быть по ощущениям. Ну и Made in USA, соответственно. То есть такая вот колода. Здесь у нас показана рубашка, да, примерно, как она будет выглядеть в самих картах. Но давайте перейдем уже к колоде. Сам дизайн колоды позволяет вам делать необычную подачу в фокусах. Все зрители привыкли к тупой фразе. То, что у меня обычная колода карт, выбери любую карту. Здесь же колода винтажная, то есть карты состаренные. И вы можете подать это, например, так. То, что дед вас научил фокус, у него была колода карт. Именно вот это. И уже подойдя вот так вот к зрителю, вы его заинтересуете уже помимо, да, своих фокусов именно подачи. Ему уже будет интересно, что же это за такой фокус, которому вас научил дед. Этот лишь пример, вариаций много. Также можно показывать фокус, например, с машиной времени, да, то есть состаривать карты или наоборот делать их новыми. То есть, по сути, вы можете скомбинировать эту колоду с колодой Bicycle Standard и делать вот такой вот фокус, да, со сменой карт. Для начала попросим зрителя выбрать одну любую карту. Например, он выбрал Короля Черви. Это его свободный выбор карты. И сейчас я вам покажу, как колоду можно использовать как машину времени. Смотрите внимательно за этой картой. Если провести по ней рукой, она отправится в будущее, то есть состарится. И я вам покажу эту карту с двух сторон. И сейчас, смотрите, я возьму эту карту и пока что уберу ее в карман. И пробую показать вам фокус еще раз. Просто скажите мне стоп, например, здесь, запомните эту карту. И если я вот так вот проверну колоду, она также отправится в будущее и состарится. Но если ее провернуть еще несколько раз, а потом повернуть в другую сторону, мы вернемся в тот момент, когда зритель выбирал первую карту Короля Черви. А у меня в кармане будет находиться Дама Пик. Итак, во-первых, у нас есть дополнительная ГАВ-карта для особых фокусов. С одной стороны это синяя рубашка, а с другой красная. Сейчас я вам покажу фокус, который можно показать как раз таки с этой картой. Он очень простой. Попросим зрителя выбрать одну любую карту. Например, он выбрал вот эту, он ее запоминает. Мы уберем ее куда-нибудь в центр колоды карт вот так. После этого, если я щелкну, из колоды вылетит одна красная карта. И это будет как раз таки карта зрителя Двойка Буби. Но все остальные карты, как вы видите, синие. И если провести над колодой двойкой, она также станет синей. Далее у нас идут два Джокера, которые выглядят следующим образом. Очень прикольно выглядит, так вот необычно. Вы можете видеть, надеюсь, вам хорошо видно. После этого у нас идет, разумеется, самая главная карта в колоде. Это Туз Пик. Здесь у нас полностью она имитирует коробочку. То есть надпись Байсикл, большой значок Пик. Все дела. Ну и давайте рассмотрим сами карты. Здесь у нас такая вот ситуация. То есть мы видим стандартную рубашку Байсикл, но при этом в состаренном виде. То есть все края. Вот здесь все покоцано. Грязь такая. То есть, соответственно, с лицевой стороны все то же самое. Шрифты также у нас стандартные. Но вот масти сделаны более темным цветом, что очень и очень прикольно. То есть вы можете посмотреть. Вот я вам каждую карту покажу. Всякие вот коцки, потертости. Все вот это сделано на протяжении всех карт. Как я уже сказал, у колоды есть краб. Соответственно, вы сможете его узнать. И после этого спокойно показывать фокус с отгадыванием карты. Или так, как вам больше нравится. С чем-либо еще. Лично я краб не очень люблю. Я им не пользуюсь. Но для многих это очень важная вещь в колоде. И многие только из-за краба готовы колоду купить. Я надеюсь, вам понравился обзор на эту колоду карт. Приобрести ее по ссылочке в описании вы сможете также со скидкой. То есть там, именно в магазине 54 карт, вы сможете приобрести ее всего лишь за 800 рублей. Ссылка будет в описании. Смело переходите. Ну а с вами, как всегда, был Неро Янг. Всем удачи. Всем пока.